У Тумановой дом, добрый дом в доме дом, музыка, поэзия, картины. Приходите скорее, вы найдете друзей в добром доме у Тумановой Ирины. Здравствуйте, с вами я Ирина Туманова и моя авторская программа Добрый дом. Вот мы сидим с вами уже по-домашнему, уютно. Я читаю свои стихи. Вот открыла книжку и увидела стихи о своей дочке. Зовут её Катюша. Да, они у меня часто попадаются, ещё в предыдущих книгах, даже в детских. У меня есть дочка, и ей три годочка, дочка, а потом ещё взрослеет дочка. Да, дочка сейчас далеко работает, у неё интереснейшая профессия, об этом я расскажу чуть позже. Ну вот мне бросилось в глаза одно из стихотворений. Ласточка моя бегает у моря, ветер в волосах, платье на просторе. К солнцу день за днём тянется цветок, дева красота, хрупкий лепесток. Цвет волос хлебов спелый золотой, а в глазах небес нежно-голубой. Беззаботный смех, детство карусель, иногда слеза взрослой жизни тень. Вы знаете, читаю с волнением, голос дрожит. Вот сколько времени прошло, даже страшно сказать, а стихи, они вот так вот волнуют мою душу. Поэтому я иногда боюсь читать и рассказывать. Думаю, лучше уж я напишу, а вы прочитаете сами. В своей книге «Приоткрытое окно» я достаточно подробно описывала отношения мамы и дочки, отношения родителей и детей. Отношения в течение жизни, конечно, бывают разные. Но как и тогда в детстве, так и сейчас мы безумно любим друг друга. Вот видите, опять в волнении голос дрожит. И, конечно, я скучаю. Катя, я скучаю. Но вот однажды, когда Кате было совсем немного лет, вот я разглядываю фотографию, я думаю, ну всего-то пять. А может быть, четыре с половиной. У меня родились интересные стихи. И эти стихи я писала именно о маме и о дочке. О молодой маме и красивой-красивой дочке. Две розы в разных вазах, две розы, две судьбы. Ну, пожалуй, что я буду перечитывать стихи. За стихами родилась мелодия, как водится. Каждая моя книжка обычно сопровождается диском с песнями, потому что это всё неразрывно связано. Давайте посмотрим, что получилось из наших стихов про две розы. Роман Графов. Послушаем. Две розы в разных вазах, две розы, две судьбы. Бордовая пустара от сладостной любви. И лепестки одежды, роняя невпопад. Вздохнула очень нежно, подобив дивный взгляд. Другая молодая оранжевый отлив. Надменно не вздыхая, всех разом покорив. Дерзает чьё-то сердце своей красотой. Две розы в разных вазах и разной судьбой. Браво, Роман! Я так рада нашему знакомству, потому что вот в мужском исполнении некоторые стихи, они выглядят совершенно иначе. И я сама слушаю, и идёт переосмысление замечательно. Вот нашла ещё одно стихотворение, даже два малюсеньких. Взглянула с любовью, предательский вздох, я сон своей дочки вспугнула. Уснули веснушки, вздохнул кулачок, и пяточка сладко зевнула. Значит, пришло время для колыбельной. Вот как раз следующее стихотворение. Это колыбельная. Спи, моя хорошая, но давайте лучше послушаем. Её я пою сама, своей дочке Катюше. Месяц над нашею крышею светит, вечер стоит у двора. Маленьким птичкам и маленьким детям спать наступила пора. Завтра проснёшься, и ясное солнце Снова взойдёт над тобой. Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, Спи, мой звоночек родной. Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, Баюшки, баю-баю. Пусть никакая печаль не тревожит Детскую душу твою. Ты не увидишь ни горя, ни муки, Доли не встретишь лихой. Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, Спи, мой звоночек родной. Ну вот, закончилась колыбельная, но Катя не собирается спать, она далеко, снимается в кино. Если вы захотите подробнее ознакомиться с творчеством моей дочки, заходите на её сайт. Там вы сможете всё увидеть, послушать, узнать. Она вам обо всём сама расскажет. Ссылку вы найдёте в описании к этому видео. Я надеюсь, вы подружитесь. О своём творчестве я ещё не всё вам рассказала. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал YouTube. Я буду рада вас видеть, буду отвечать. До новых встреч! До новых встреч!